Девушки отдыхают В Перчинке в администрации Бийска сегодня прошли публичные слушания по бюджету на 20-е и последующие годы. Выпустили в небо белых голубей сегодня в Бийске. Вспомнили жертв автомобильных катастроф. Рассказали о безопасности через творчество. В Наукограде сегодня наградили победителей и участников краевого конкурса. Итак, мы начинаем. В Бийске при пожаре погиб мужчина. Трагический случай произошел в жилом многоквартирном доме по улице Войнов-Интернационалистов. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Предварительно известно, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Известно, что в квартире, где произошло возгорание, проживал мужчина. Он был прикован к кровати и часто курил. За погибшим ухаживала няня, которая навещала бейчанина два раза в день. За два часа до трагедии она тоже была в квартире. Запах гари и сильную задымленность в подъезде почувствовали жители верхних этажей. Они и вызвали сотрудников пожарной охраны. Однако спасти хозяина не удалось. Мужчина отравился угарным газом. Произошло возгорание в квартире на втором этаже. В результате горения произошло задымление выше расположенных этажей. Благодаря слаженным действиям личного состава пожарной охраны города Бийска было спасено 6 человек. Из них двое детей. Однако хозяина горящей квартиры, к сожалению, спасти не удалось. В связи с этим хочу обратиться к жителям города Алтайского края, призывая к неукоснительным соблюдениям правил пожарной безопасности, отказы от курения и злопотребления алкоголем. Помните, ваша жизнь и здоровье ваших близких в ваших руках. Бийчане массово обращаются за перерасчетом имущественного налога. Причина все та же – замена инвентаризационной стоимости на кадастровую. Прецедентом стало решение Конституционного суда, согласно которому, если налог, заплаченный в предыдущие годы, исходя из инвентаризационной стоимости жилья вдвое выше налога по кадастровой стоимости, можно обратиться за возвратом этой разницы. В итоге обращение в налоговую службу среди бийчан приобрело массовый характер. В соцсетях бийчане уверяют, что таким образом вернули по 10-15 тысяч рублей. А между тем, сегодня в администрации Бийска состоялись публичные слушания по бюджету на 2020 и последующие годы. Все прошло быстро, спокойно и даже без перчинки. Большой зал городской администрации был заполнен лишь наполовину. В основном это чиновники администрации и депутаты Думы. Ни одного вопроса от присутствующих в зале, помимо депутатов городской Думы, не прозвучало. Но, тем не менее, дебаты были. Некоторые вопросы вызвал доклад Евгения Пазникова, начальника управления стратегического развития администрации Бийска. В своей речи он представил прогноз развития Наукограда на ближайшие годы. Но вот депутаты городской Думы во главе с председателем Сергеем Ларейкиным назвали их излишне оптимистичными. Сергей Владимирович, здесь в первую очередь не стратегия представлена, а прогнозные варианты развития событий для города Бийска. То, о чем вы говорите, наверное, подводить итоги. То есть это не план? Это не план. Это пока только прогноз. Я просто не понял, я думаю, что это план, фактически, развитие, стратегия развития. Нет, это прогнозы. Это прогнозные цифры. В Бийске временно закрыли родильный дом центральной городской больницы. Рожениц Наукограда и соседних районов принимают в Акушерском стационаре второй горбольницы. С 14 ноября межрайонный перинатальный центр на базе центральной городской больницы Бийска закрыт на плановую санитарную обработку. Лариса Захарченко, заместитель главного врача ЦГБ, пояснила, что санитарная обработка – запланированная стандартная процедура, которая проводится ежегодно для обеспечения эпидемиологического благополучия во всех медицинских организациях родовспоможения. Так называемая помывка продлится две недели. Ожидается, что родильный дом ЦГБ начнет работать уже в конце ноября. Сейчас же персонал переведен в родильный дом второй городской больницы. Все необходимые условия для принятия родов там созданы. Три года лишения свободы условно получил бийчанин за то, что предложил полицейскому взятку. Осужденный мужчина рассчитывал на то, что три красные купюры помогут избежать административного наказания. Однако договориться с сотрудником правоохранительных органов не получилось. Опер-уполномоченный от денег отказался, а предприниматель пошел под суд. 15 тысяч рублей предложил нарушитель, чтобы откупить свою вину. Во время проведения операции Путина полицейские нагрянули в торговый центр Бийска, где торговали морскими и речными дарами. На прилавке красовались свежевыловленные караси. Но вот документов на них не оказалось. Сотрудникам полиции данный факт реализации речной рыбы без соответствующих документов был задокументирован. И в дальнейшем материалы планировалось передать в орган дознания. Обвиняемый, являясь отцом владелицы торгового павильона, решил помочь своей дочери избежать привлечения к административной ответственности. Нарушитель отвел в сторонку оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, чтобы пошептаться и порешать вопрос без составления административного протокола. Осужденный предложил 15 тысяч рублей. Полицейский деньги не взял и пояснил, что задачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность. Но мужчина, видимо, не понял и снова взялся за свое. И приехал непосредственно в правоохранительное учреждение, где эти 15 тысяч сотруднику передал. Но поскольку сотрудник уже заранее им же был осведомлен, что тот собирается дать и наставить на последнем, то уже в рамках ОРМ мероприятия тут же данное лицо было задержано, деньги изъяты. И, соответственно, возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия, как и в зале суда, свою вину мужчина полностью признал. Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а изъятые 15 тысяч рублей направлены в доход государства. Так что прежде чем порешать вопросы, так скажем, купить невиновность, лучше подумайте о последствиях. Вы смотрите информационную программу «Будни», и мы продолжаем. Вот о чем мы расскажем дальше. Выпустили в небо белых голубей. Сегодня авбийские вспомнили жертв автомобильных катастроф. Рассказали о безопасности через творчество. Сегодня в Наукограде наградили победителей и участников краевого конкурса. Мебель Виль. Сеть крупнейших мебельных магазинов. Кухни, детские, спальни, диваны, гостиные, прихожие в наличии и под заказ. Всю мебель можно приобрести в рассрочку на два года. Постоянно проходящие акции помогают обновить мебель в доме и сэкономить семейный бюджет. Мебель Виль. Улица Краснооктябрьская, 27. Внимание! Готовность номер один. Телевизионный вокальный фестиваль «Поющий город-2019» объявляет первый и единственный отборочный тур. Исполни свою любимую песню и стань популярным. Твоя минута славы ждет тебя. А мы ждем тебя. 16 ноября в 12 часов в Малом зале Городского дворца культуры. Начало регистрации в 11 часов. Не забудь хорошее настроение. И свою любимую песню. Когда заветная мечта становится целью, нужна надежная опора. КПК «Зенит» дает такую возможность. Разместите свои сбережения под 11,7% годовых. Воплощайте мечты и добивайтесь целей. КПК «Зенит» приумножит, сохранит. Объединим память ради детей и внуков. Наш долг, чтобы в день 75-й годовщины Великой Победы имена наших ветеранов прозвучали в эфире бийского телевидения и навсегда сохранились в архивах сайта bivork.ru. Бийская медиагруппа продолжает масштабный медиапроект «Книга бийской славы» и «Галерея героев». Присылайте фотографии и рассказы о своих фронтовиках и тружениках тыла. Дополнительная информация на сайте bivork.ru в разделе «Галерея героев» или по телефону 313507. 23 ноября в ГДК состоится выставка продажа унтиков из оленей и коня, меховых головных уборов и оренбургских пуховых платков. Информационная программа «Будни» и мы продолжаем. Сегодня в Бийске в память о жертвах автомобильных аварий выпустили белых голубей. Акцию организовали сотрудники госавтоинспекции совместно с православной гимназией. Тысячи жизней в нашей стране ежегодно забирают автомобильные аварии. Немало трагических случаев на дорогах города произошло в Бийске. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 23 человека. Больше 300 пострадали. Кажется, что это просто сухие цифры, но каждая пропитана слезами и кровью. Как говорит Организация здравоохранения всемирная, к 2020 году жертвы дорожно-транспортных происшествий и трагедии с ним связаны могут выйти на третье место по смертности в мировом сообществе. Каждый год, каждый год, эта цифра катастрофическая. В течение одного дня во всем мире погибает около 3000 человек непосредственно от того момента, что связано с дорожными происшествиями. Много аварий происходят по вине пешеходов. Люди спеша, торопятся, не всегда смотрят по сторонам. Часто перебегают проезжую часть вообще там, где получится. Хотя в зоне видимости есть безопасная зона. Но не стоит забывать, что даже пешеходный переход не может быть гарантом. И прежде чем переходить проезжую часть, нужно убедиться, что вас действительно пропускают. Просто они думают, что раз он пешеход, то ему все можно. Я вот так считаю. Но мы всегда едем очень осторожно. И я этих пешеходных дорожек прям боюсь, если честно. Невозможно предсказать. То пацаны могут бегать, то на велосипедах, то, значит, наоборот, пожилые идут и не смотрят даже. Но есть и водители, которые тоже не всегда смотрят по сторонам. Особенно те, что сели за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Самые шокирующие случаи не так давно произошли в Бейске, на улицах Советская и Васильева. В первом и во втором случаях погибли девушки. Сейчас, когда установился снежный покров, участникам дорожного движения стоит быть особенно внимательными. Нужно понимать, что остановить машину в гололед гораздо сложнее, чем то же самое сделать пешеходу. Лучше пару секунд переждать, чем потом ходить в гипсе. И это еще не самый страшный исход. Водителям необходимо, приближаясь к пешеходному переходу, быть готовыми к тому, что пешеход может в любой момент появиться на проезжей части. Поэтому, приближаясь к пешеходному переходу, соблюдать скоростной режим, по возможности снижать скорость, вплоть до полной остановки, если видят приближающихся пешеходов. Особенно быть внимательными вблизи общеобразовательных учреждений. Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП в Бейске выпустили белых голубей. Это совместная акция сотрудников госавтоинспекции и православной гимназии. Три, четыре! В свою очередь учащиеся приготовили для водителей нашего города небольшие памятки в виде голубей и написали на листочках свои обращения. Берегите себя. Что надо беречь себя, смотреть за правилами, смотреть на светофоры, смотреть, где переходят пешеходы, потому что некоторые дети, они бывают, ну, такими, не сильно разумными, и они перебегают через дорогу. Но водитель должен быть все равно внимателем, он должен будет остановиться, чтобы не случилась авария. Все эти детские пожелания сотрудники ГИБДД уже сегодня начали раздавать бейским водителям. Учащиеся надеются, что автомобилисты прислушаются к их словам. Ребята из православной гимназии нарисовали вот такие замечательные голубей с пожеланиями для водителей в соблюдении правил дорожного движения. Возьмите, пожалуйста. Счастливого вам пути! Главная цель сегодняшней акции вспомнить погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, задуматься о масштабах аварийности на городских дорогах и предупредить, что игнорирование правил кому-то может стоить жизни. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Будни. Рассказали о безопасности через творчество. Сегодня в Бийске состоялось награждение победителей и участников краевого конкурса пожарная ярмарка. В торжественной обстановке им вручили кубки, грамоты и призы. В школах у нас к данному конкурсу привлекаются учащиеся, которые состоят в дружине юных пожарных, которые непосредственно являются помощниками старшим инспекторам, работающим в пожарных частях. В конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, школ, а также учреждений дополнительного образования. Сначала был проведен отборочный этап на муниципальном уровне. Было прислано порядка 60 работ. Лучшие 15 отправили на краевой конкурс. Школьники мастерили различные подделки, выполняли рисунки, сочиняли стихи на тему соблюдения правил пожарной безопасности. Всего было больше 10 номинаций. От нашего города были представлены все виды работ. Ежегодно мы проводим данный конкурс совместно с Управлением образования города Бийска, Всероссийским добровольным пожарным обществом, отделом ГОЧС, администрации города Бийска. Этот конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего поколения навыков, умений, действий в чрезвычайных ситуациях, то есть организации помощи друг к другу. А вот следующая информация для тех, кто не знает, чем заняться в предстоящие выходные дни. Подсказываем. Например, можно прокатиться до поселка Молодежного. Там уже на реке обосновались лебеди. Сейчас их, конечно, не так много, всего порядка 30 птиц, однако уже в ближайшее время там ожидают прилета основной стаи лебедей. На их фоне можно сфотографироваться и покормить их. Главное, не наступайте на край. Лед еще очень хрупкий. И о погоде. Итак, завтра, 16 ноября, в Бейске будет переменная облачность. Ветер слабый, его направления в течение дня будут меняться. Атмосферное давление и влажность воздуха будут очень высокими. Магнитосфера спокойная. И о температуре. А на улице все холоднее. Ночью минус 25, минус 27, днем минус 21, минус 23. Так что одевайтесь теплее. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого вечера. И с пользой проведите выходные. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. И мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях в группах «Бейск мой город», на канале YouTube, а также на сайте газеты «Бейский рабочий» bwork.ru Всего доброго, счастливо. Пока еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова